Синяя Горинга Сегодня он проводит свой восьмой поединок в качестве боксера-профессионала. Разрешите представить из города Минска Александр Сущиц. Формула боя. Шесть раундов по три минуты. Реперим ринге судья национальной категории Дмитрий Якубчик. Ну что ж, вы все слышали, но, думаю, еще не все на самом деле. Нам есть что сказать в дополнении к этому. И я, наверное, чуть более подробно вам представлю Сергея Наварка. Боксера этого вы, я думаю, часто видели в нашей программе «Профессиональный бокс». И всегда Сергей, ну, скажем, оправдывал наши ожидания. Боксер, может быть, не такой зрелищный, может быть, не такой техничный, но очень упорный, очень всегда настроенный до последнего, всегда очень стойкий. И за счет этого, ну, мне лично нравится, как боксирует Сергей Наварка. Всегда интересно смотреть за его боями. Я думаю, сегодняшний поединок тут не будет исключением. Вы слышали его достижения на профессиональном ринге. Они, в общем-то, скромны. 35 боев и всего 10 побед. Однако, всегда Сергей выходил на ринг с очень серьезными соперниками. И никому практически победу не отдавал просто так. Всегда с боем. Даже боксировал со мной. Да. Да, кстати говоря, я помню прекрасно тот бой, тем более, что у Кости в нем случилась большая неприятность. Перемировал руку. Да, и большую часть боя не мог ей бить. В общем, я лично волновался тогда за своего друга и за комментатора очень сильно, но, тем не менее, Костя смог тот бой выиграть. Ну, еще, наверное, скажу, пока вот Александр Сущиц так активно начинает этот первый раунд с таких жестких серий по корпусу и в голову, успею сказать еще то, что Сергей Наварко, он был двукратным претендентом на титул чемпиона Беларуси. Сергей Мрабченко дрался за этот титул с Андреем Абраменко. Оба боя проиграл, но уже само то, что боксер входит в национальную элиту, говорит само за себя. И, наверное, быстренько пробегусь по послужному списку Александра Сущица. Семь боев, пять побед, три из них досрочно. Хороший подхват сейчас. Да, и я так вижу, что чуть-чуть тут едва не закончился досрочно уже и этот поединок. Также одна ничья, одно поражение. Но вот, как раз таки, ничья и поражение приходится на начальный этап деятельности Александра Сущица как профессионального боксера. С тех пор он выправился и сейчас набирает весты с каждым поединком. Я смотрю, у Саши появилась жесткость в ударе, который давно мне не приходилось видеть в его исполнении. Ждали, ждали давно от этой жесткости. И мне, как преподавателю университета физической культуры и спорта, приятно, что наш студент Александр Сущица является студентом нашего университета. Учится на кафере бокса. Очень прибавляет от боя к бою. От боя к бою прибавляет. Молодец. Радует то, что, вот, видно, подготовка к этому турниру очень хорошо была проведена. Здесь, конечно, хвала тренеру Сергею Пытолеву. Мне кажется, в каких-то моментах даже не готов к такому напору и к такой ударной мощи соперника главная Сергея Наваркова. Справа снова пропускает удар. И вы заметили, что даже через защиту, когда продолжает дорабатывать, не отпускает. Александр Сущица соперника. Отличное качество для боксера-профессионала. Но вы видите, Сергей Наварков стоит. Нет, Сергей Наварков здесь на стойке боец. Он так просто не отдаст победу, но так прибавил с последнего боя, конечно, Александр Сущиц. Это радует. Да, там тоже был бой неплохой, может быть, с технической стороны и так далее. Но такой жесткости от Александра мы... Да, появилось больше профессионализма именно. Профессионализма в исполнении ударов. Четко, жестко, по цели, ничего лишнего. Молодец. И вы заметили, как разнообразно работает. Концовку взрывается. Молодец. Отлично. Но вот сейчас дорабатывать... И не отпускает соперника. Да, концовка раунда, конечно, тяжело. Тяжело пришлось в этой трехминутке. И вы видите, по аплодисментам публики можно к ним присоединиться. Конечно, Александр Сущиц в порядке. Великолепный раунд. Даже я ошарашил, можно сказать, таким вот ростом бойца. Молодец. Саша, молодец, его тренер Сергей Пыдалев. Хорошая подготовка. Будем надеяться, что если он будет продолжать в том же ключе этот поединок, то я думаю, он закончится досрочно. Да, ну тут вопрос Сергея Наварко. Стойкость стойкостью. Переносить такие удары, конечно, можно поаплодировать. Недавно бой Виталия Кличко и Шеннона Брикса показал, что вынести можно вообще все, что угодно, наверное, кроме ядерной войны, естественно. Но, честно говоря, не завидую я сейчас пинскому боксеру. И тут вот вопрос, насколько правильно он действовал в этом первом раунде. Пытался просто принимать эти удары на глухую. Иногда пытался перехватить, но мне кажется, более было бы интересным для него и правильным повязать соперника в каких-то моментах. Не дать работать. То есть вот поработать тем самым спойлером, которым Сергей Наварко, в общем-то, является. Но не вышло это у пинчанина. Ну, я думаю, что, зная Сергея Пытылева, не попросил он сейчас своего подопечного взять паузу какую-то в бое. Я думаю, наоборот, настроил. И Саша сейчас пойдет дорабатывать до конца. Но пытается тут Сергей, вы видите, чуть-чуть поработать и сам, перерубить. Сейчас только так ему нужно или вступать в размен, и остудить пыл, нужно чаще попадать по цели жестко. Да. Как-то останавливаться вот такого молодого бойца. Тогда совсем. Но мне кажется... Да, на ситуации лучше остановить ударом. Да, но тут вопрос в том, насколько хватит скорости, скажем так, у Сергея Наварко. Все-таки он не настолько технично искушенный боксер и не настолько быстрый. Он старше намного Александра Сущица. И мы видим, что тут вот в эти вот разрывы в обороне, которые появились у Сергея Наварко, довольно часто вкладывается Александр Сущица и попадает. Попадает почти постоянно. Даже тут, вы видите, джебом своим вроде защита есть у Сергея Наварко. Стоит, руки на месте, но проходит удар. Молодец, молодец. Четко Саша работает. Четко и разнообразно. И корпус, и голова, и джебы, и на корпус пробивает. Подхватывает вовремя. Отлично уходит. Если уходит назад, то только настолько, насколько это нужно. Ни дальше, ни ближе. Вот держит всегда свою ударную дистанцию. Ну и сбавил, немножко сбавил темп. Да, ну здесь немного набился, так сказать. Я напоминаю, кстати, 6 раундов нам предстоит посмотреть. Ну если, конечно, все не закончится досрочно. И мне кажется, чуть-чуть, может, где-то переоценил Александр Сущица. Хотя, кто его знает, в какой он физической форме, кроме него и тренера. Нет, здесь, мне кажется, ничего не было, да? Да, оступился Сергей Наварко. Ну и молодец Саша, вот этот опыт уже воспользовался этой паузой и сразу же пошел в бой. Ну, все равно, все равно прилетают эти удары. Нельзя так вот зажиматься Сергею Наварко. Действительно, есть либо пытаться контратаковать, останавливать соперника, либо тогда уже вязать. Когда вот он так идет назад без удара, это, конечно, для Александра Сущица отличный шанс. Не хотелось бы, в общем-то, мы ни за кого не болеем, но не хотелось бы такого быстрого поражения Сергея Наварко. Хотелось бы все шесть раундов просто увидеть элементарно. Знаю, столько Сергея Наварко. Испытанную личность. Да, он может еще, вот даже сейчас в размене, вот, начинает подхватывать. То есть здесь еще не все так просто и не все решено. Да, молодец все-таки Сергей. Вот такие боксеры, ну, в какой-то мере являются, ну, таким украшением, показателем. Хорошим, что развит все-таки в Беларуси профессиональный бокс, потому что человек, в общем-то, не имеет выхода на серьезные деньги, на серьезных менеджеров. Готовится практически чуть ли не самостоятельно. И пребывает в такой отличной форме, проводит вот такие вот бои замечательные. Хотя, конечно, два раунда проиграл насквозь. Да, но этот раунд проиграл меньше, по крайней мере, и уже сам нанес несколько таких опасных ударов, которые где-то выставили задуматься того же Александра Сучица. И вот главная ошибка молодых боксеров, то, что выигрывая какой-то из раундов так уже чисто, красиво, где-то начинают расслабляться бойцы. И вот в этих расслаблениях пропускают ненужные удары. Я бы еще заметил такую вещь. И вот концовка этого второго раунда, такая игровая уже манера пошла у Саши Сучица. А ведь дело еще не сделано. Впереди четыре раунда, еще рано. Да, да, да. Ну вот то, о чем я и говорю, что заигрываться не стоит. Конечно, это профессиональный бокс, здесь нужно поиграть на публику, где-то красиво. В этом и прелесть профессионального бокса. Но о деле не забывать. Да, но не надо забывать о деле, да. Да, ну а в отличной форме, конечно, Саша прибывает. Из всех его боев, которые я видел, этот, несомненно, лучший. Это, ну вот, важный момент. Боксеру 22 года, если от боя в бой он прибавляет, то это, конечно, заслуживает внимания. Ну, хорошо, как просто расстреливает левой рукой соперника Александр Сущиц. На уходах так вот работает эффективно и выходит на ударную дистанцию, посмотрите. Еще бы был повтор, если бы правая-правая повторила, думаю, было бы вообще великолепно. Ну, не будем уже слишком многого желать. И все-таки чуть-чуть я буду тогда болеть за Сергея Наварка, чтобы пенчанин подержался. Снова он пытается вот все-таки перерубить где-то соперника, входит в атаку, правильно работает так джебом. Это тоже создает определенную помеху для Александра Сущица, усложняет жизнь. Сейчас начал и правильно делает. Нужно вот обрезать атаку, но Александр Сущиц очень хорошо двигает корпусом. Ну, вот сейчас вот серия такая легкая в его исполнении, скажем, пока Саша, в отличие от первого раунда, но вот где нужно, взорвался и вложился. Хотя здесь бы акцента не хватило немного удара справа, но я думаю, он сам не ожидал, что Сергей Наварка останется в этой дистанции. Да, в первом раунде, по-моему, Александр Сущиц все удары акцентировал просто. Да, 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 он, по-видимому, думал, быстро все закончит, но не надо забывать о стойкости бойцовском характере. Ну, я думаю, тут где-то воспоминания о бое Сергея Наварка и Сергея Мрабченко сказались. Тот чемпионский бой. Дело в том, что Саша Сущиц, также воспитанник Сергея Пытолева, ходят они с Сергеем Мрабченко в один зал, естественно. Я думаю, существует какое-то такое соперничество легкое. И вспомнил он о том бое. Ну, да, тогда Сергей Рабченко закончил поединок с Сергеем Наварка досрочно. Но бой на бой не приходится. А Пинчанин все-таки опытен, матерый волк такой. Ну, вот идет вперед, молодец, молодец. Сергей идет вперед, идет, идет. Он ищет все-таки. Он просто так не отдаст победу. Вот здесь он молодец. Вот, где-то сам начинает работать. И вот мы видим апперкот в его исполнении. Да, тоже может быть так на суперближней дистанции побоксировать соперником, где-то поразрывать эту оборону Александра Сущица. Если уж на дистанции скорости ему проигрывает Сергей Наварка. Да, но все-таки вот мы видим. Вроде бы готов, готов видеть все Сергей Наварка. Но за счет скорости, да, все-таки достает Александра Сущица его практически всегда. Ну, перестал пробивать передней рукой, не бьет вообще джеб Сергей Наварка. А вот как раз это и нужно делать. Нужно обрезать каждую атаку Александра Сущица. Не давать ему вот так вот двигаться. Обрезал. Вот, вот, джеб. Опять джеб. Ну, я думаю, кстати, на ходе этого боя еще на резвом начале в исполнении Александра Сущица сказалось то, что прекрасно понимает минский боксер. Вот видел же неоднократно Сергей Наварка. Так, Сергей Наварка любит затягивать бои в поздние раунды. Это фирменный стиль такой. Поэтому где-то надо Саше, ну, ему захотелось где-то пораньше, что ли, расставить акценты. Чуть-чуть вот приостановить пинского боксера. Но мы видим, не так это просто. Да, и так вот если посмотреть, объективно, то от раунда к раунду все меньше и меньше проигрывает Сергей Наварка. Да, я бы сказал, даже в этом раунде, ну, может быть, но начало было просто великолепным для пинского боксера именно. Ну вот, молодец, молодец Сергей Наварка подровнял действительно и прибавляет, продолжает прибавлять. Ну, я думаю, Александр Сущица и его тренер Сергей Бытолев это знают и тактика на поединок. Я бы посоветовал в этом раунде взять, может быть, как не то, что передышку, а больше подвигаться, пообманывать, повытягивать на себя Сергея Наварку. Ну, сохранить силы. Да, сохранить силы на последних два раунда. Да, потому что сейчас такой вот может случиться, на самом деле, переломный момент. Если Сергей Наварка сумеет добавить, да, и Александр Сущица, кажется, к этому не готов, то в этом бое еще все возможно. Вот, ну, ну, ну. В профессиональном боксе все-таки система сильно отличается от любительского судействия. Эти раунды первые уже пошли в записки, и, как бы, очки набранные в них не сохранились на счету Александра Сущица. Ну, вот, здесь вот на суперближней дистанции легко, но так очень эффективно точно набрасывает главный Александр Сущиц. Ну, вот, продолжает Саша сохранять то качество, о котором ты говорил, ох, хорошо обрезал как атаку соперника. Вот сейчас, сейчас, сейчас нужны вот эти жесткие удары, которые... Вот сейчас, ну, вот сейчас, вот бил бы так же жестко, как в первом раунде, уже бой закончится. А сейчас опять стал набрасывать. Вот, вот, он начинает более жестко пробивать Саша. Да, раскручивается. Вот хотел я сказать о том, что Саша вот сейчас соблюдает то правило, о котором ты постоянно говоришь, не бить просто так. Да, да, да. Всегда он видит перед собой цель, очень точно работает, это просто подкупает в бое минского боксера сегодня именно. Хотя раньше ему было свойственно немного махать руками еще без дела. Сейчас чувство цели хорошее, молодец. Саша вырос великолепно, как боксер-профессионал. Где-то даже я ругал перед удачей поединков его в комментариях. А сейчас, ну-ка, ну, пока только могу сказать слова похвалы. Пусть зрелищно боксирует. Давай я подтитикую. Вот сейчас вот он отпустил Сергея Наварка. Был моменты в этом раунде. Но... Но опять же, зрелищно. Может быть, в тренерском штабе стоит задача отработать, отдышать все шесть раундов. Мы же не знаем, что задумывали с тренером. Да, и, кстати говоря, вот Сергей Наварка для этого отличный спарринг-партнер, скажем, хоть и в официальном поединке. Боксер, который способен напрячь на все сто и все шесть раундов, и восемь, и сколько захочешь. Ну, хорош все равно Александр Сущиц. А вот Сергея Наварка, к сожалению, в этом раунде не видно. Да, вот уже такой переломный раунд. Я советовал передышать где-то, больше походить с Александром. Но он все-таки решил почаще атаковать. Чуть-чуть на движении словил его. Значит, чувствует, что у него хорошая физическая подготовка к этому поединку. Хорошо подошел к бою. Ну, это видно. Не теряется ни скорость ударов, ни четкость передвижения в ногах. Первый показатель, что человек готов к этому бою. Ну, я порадуюсь еще за минских зрителей. Вот вы заметили, что Владимир Ковалень абсолютно незаметен. Простите меня за тавтологию на этом ринге. А почему незаметен судья? Потому что у него нет работы. Боксеры очень чисто ведут бой. Да, чисто боксируют. Молодцы. А это показатель класса. Ну вот, вот в размене где-то снова попадает Александр Сущиц. Ну, надо продолжать. Ну, вы заметили. Ох, и здесь попадает Сергей Наварко. И здесь попадает Наварко. Да. Ох, отлично, отлично. Ну, концовка просто от ножа, я вам скажу. Ну, какой молодец Сергей Наварко. Здесь пропустил несколько жестких ударов и все-таки свой апперкот вставил. Да, свой коронный удар попал. А между тем, ну, я профессиональным боксом и боксом вообще не занимался. А вот Костя может засвидетельствовать. В такой ситуации думать очень сложно. Как у нас говорят, бокс не шахматы, здесь надо думать быстро. Да. Ну, и Сергей Наварко продемонстрировал, что он умеет думать быстро. Ну, а Александр Сущиц просто, я не знаю, только аплодисменты в адрес минского боксера. Я уже начинаю ждать его следующий бой. Андрей Абраменко. Он здесь. Да, нам как раз-таки ринг-анонсер напоминает о том, что в зале присутствует, ну, помимо всех, многих заметных наших деятелей, известных боксеров, Андрей Абраменко, который недавно провел блестящий поединок с Роберто Белге. Ну, хотя я тут вот глазом уже пробежался, так вижу в зале многих, очень многих. Весь цвет белорусского профессионального бокса и бокса вообще сегодня здесь с нами в Минском реакторе. Вот хороший, хороший подхват, но чуть-чуть не хватило дистанции. Сблизился. Правильно делает Сергей Наварко. Это вот грамотно, когда боец идет на удар. Не от удара, а на удар. Это, ну, смело, характерно и приносит свои результаты. Вот он идет на удар и мешает, вырезает ту дистанцию ударную Александра Сущица. И уже только пойдет назад, все будет вот-вот. Остался на месте, разгон для удара есть и концовка жесткая проходит по цели. Ну, вспоминаю роман Даниила Гранина «Иду на грозу». Да, да, да. Костя готов писать роман «Иду на удар». «Иду на удар», да. Сам делаю так всегда, поэтому советую остальным. Во-первых, это смотрится, а во-вторых, это эффективно. Да, вот советуют Александру Сущицу из зала работать с дистанцией, но не забывайте, этой дистанции его сейчас лишил в начале этого раунда именно Сергей Наварко. Поэтому не так много шансов действительно у Менчанина сейчас возникало. И молодец Сергей, вот он даже пускай где-то пропускает, но в размене все чаще-чаще, довольно-таки быстро и четко пробивает какой-нибудь хотя бы один удар. Ну, надежду на один удар. В вот ситуации, я думаю, физически он готов похуже, чем Александр. Это видно, потому что меньше пробивает, меньше передвигается, экономно работает Сергей на своем опыте. А опыт у него, дай бог каждому, 35 поединков на профессиональном ринге, это, конечно, показатель. Да, но я также могу вспомнить, что вот примерно против такого же молодого, очень шустрого и бьющего боксера Виталия Копленко с Украины провел свой прошлый поединок Сергей Наварко. И проиграл его, конечно, по очкам практически в сухую, но близко к тому. Но вот я вижу, что кое-что для себя из того поединка все-таки вынес. Извлек, да. Там как раз-таки Сергей вот не сумел, в общем-то, в полной мере реализовать то, что мы видим в этом вот раунде. Не сумел он где-то навязать сопернику вот свою такую тягучую манеру ведения боя. А сейчас у него это получилось. Хотя, конечно, сохраняет свежесть Александр Сущиц, но не так много у него просто шансов для атаки возникает в эти минуты. Ну, кидаться, кидаться не нужно. Да, и мы видим первый клинч сегодня в бою. Ну, такой клинч, рабочий, рабочий клинч, никто никого не держит. А вот сейчас уже канатом поджал Сергей. Ну, доработать себя, естественно, легкий в ногах, активный Александр Сущиц опытному пинчанину не дал. Но, тем не менее, эпизод уже такой, да, в пользу Сергея Наварка. Ну, вот взрывается очередной взрыв со стороны Александра Сущица. Конец раунда. Ну, даже по этой концовке как бы продемонстрировал так штришком пинчанин, что я готов к шестому раунду. И нам осталось дождаться только этой последней трех минутки. Чемпионский раунд. Последний. Да, но я, кстати, должен сказать, что вот действительно недалеко уже Саше Сущицу и действительно до чемпионских раундов. Дело в том, что давно идет разговор такой. Дело в том, что у Сергея Пытолева вот в этом среднем весе просто созвездие воспитанников собралось. Один из них Александр Солохудинов, владелец титула. Андрей Солохудинов. Андрей Солохудинов, да, извиняюсь. Владелец титула чемпиона Беларуси. И давно шел такой разговор, что вроде бы хорошо бы, но пока воздерживаются они от поединка представителей одной конюшни. Да, одного зала бойцы это как-то как брат с братом боксировать. То же самое, что Кличко младший будет боксировать, Кличко старшим. А вот старший тренер как раз-таки сборной Беларуси был на экране по любительскому боксу. Хаджи Мурат Абдулабеков. Блестящий специалист, тренер. Магомед Арибгаджиева, Магомеда Нурудинова, других наших блестящих бойцов. Вот, вот, вот на руку. Все-таки, все-таки поставил на колено Сергея Наварка Александр Сущиц. Открывает счет Владимир Коваленья, конечно, продолжит Сергей Наварка поединок. Ну все, если дальше не случится чудо, бой закончен. Да, не даст добить себя Сергей Наварка. Да, я не к тому. Я к тому, что все-таки последний раунд, который он мог еще как-то вырвать, уже проигранный. Если не будет ответного нокдауна или нокаута. Тут подскользнулся Александр Сущиц. Просит Владимир Коваленья, я думаю, попросит сейчас затереть угол Александра Сущица. Да, эту воду опасно. Опасно в таком шестом раунде все отпускать на поле случая. Ну подхват, подхват сейчас, ну. Ну молодец, зрелищно работает. Зрелищно работает Александр Сущиц. Ну а здесь справа снова прошелся, не успел к этому удару Сергей Наварка. Да, мне кажется, тяжеловато, конечно, Пинчанину уже восстановиться после пропущенного этого жесткого нокдауна. Там нокдаун был такой нормальный, скажем так. И поэтому Пинчанину сейчас главная задача не упасть, мне кажется, на концовку этого боя. Хотя посмотрим, он иногда вот так вот бережет, бережет силы, а потом взрывает. Вот сейчас, допустим, где-то выбраться. Ну пускай не по цели, однако. Ну попал снова Александр Сущиц, ведет вперед, пытается... Додевать нужно сейчас работать. Все, ну правильно, останавливает. Владимир Коваренья останавливает. Но я здесь скорее соглашусь Сергеем Наварко, который протестует. Конечно, бой бы он проиграл и так. Но дать такому боксеру добоксировать до конца. Однако, должен я сказать, судья всегда прав в данной ситуации. В общем, формальное право у Владимира Коваренья было. Да, Владимир Владимирович видел, по крайней мере, то, что происходило в ринге. Ему ближе были видны глаза обоих бойцов. И я думаю, он сделал правильный поступок, то, что остановил этот поединок. Поскольку более 10 ударов без ответа, без ответа можно останавливаться. Повтор этого нокдауна, который предшествовал вот этому моменту, мне жалко. Ну, я так протестую против Судейства, мне просто так жалко Сергея Наварко. Он держался до последнего. Ну, блестящий боксер действительно проиграл снова, к сожалению. 36-й бой, уже которое поражение. Не будем говорить об этом. Скажем, о Александре Сущице, который выиграл блестяще сегодня по праву. И продемонстрировал свой лучший пока бокс в карьере. Да, да, зрелищный поединок. И, да, правильно заметил, это действительно лучший поединок, который я вижу в исполнении Александра Сущица. Да, и я, как уже говорил по ходу этого боя, я уже прямо сейчас начинаю ждать следующего выхода Александра Сущица на ринг с нетерпением. Кто-то, если критикует наш профессиональный бокс, вот я советую посмотреть этот бой, посмотреть на Александра Сущица и, в общем, забыть о своей критике. Отличные у нас профессиональные боксеры и, главное, молодые и растущие. Ну, я думаю, между боксерами тут все ровно, как бы все понятно. Взаимное уважение мы наблюдали. Поздравляем Сашу с досрочной победой, техническим нокаутом. Хорошие, он занес в бой.